МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Владивостоке символично, что открыли его в перекрестный год России и Вьетнама. Спортсмены Приморья будут в восторге. Современная воркаут-площадка со всеми тренажерами появилась в районе спортивной набережной. Мы таким образом выразили свою любовь к нашему городу. Эффектное мастерство управления внедорожниками или трофи-рейд. Джиперские соревнования Шатун-2019 прошли в Приморье. Также в выпуске «Где ловишь, там и строишь» на Дальнем Востоке предложили строить суда под инвестиционные квоты. Еще расскажем, профсоюзы встали на защиту дальневосточников, которые работают на заводах компании «Востокцемент». Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Строительство суда «Верфи-звезда» ведется с опережением графика. Заместитель председателя правительства Юрий Борисов постил комплекс «Большом камне». Он осмотрел стройплощадку «Сухого дока». Это сооружение второй очереди планировалось к сдаче в 2023 году. Однако его строительство идет с опережением графика. Док ведут в эксплуатацию уже в следующем году. Гости также ознакомились с производственным процессом строительства судов на уже действующих объектах «Верфи». На «Звезду» доставлена и основная часть второго крана-гиганта «Голиаф». Также Юрий Борисов провел совещание, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы создания суда «Верфи», ее загрузки, ход постройки судов. Предусмотренные проектом производственной мощности позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. При этом основная специализация «Верфи» – крупнотоннажные суда, в том числе суда газовоза и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, строительство которых ранее в России не осуществлялось. Кончание строительства в 2024 году. Наличие такой «Верфи» имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики в отношении нашей страны. Напомню, судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» по поручению президента Владимира Путина. К настоящему времени компания «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку «Верфи». С момента предыдущего нашего посещения судостроительного комплекса по результатам осмотра стройки хочется отметить существенные подвижки в создании сухого дока. Уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками, как «Роснефть», «Новотех», «Совкомфлот», «Газпром» на строительство 37 судов различных типов, в том числе на строительство пилотного судна газовоза. Зарезервированы производственные мощности для строительства судов газовозов для проекта СПГ-2. Хочется отметить информацию «Новотех» о планах строительства в общей сложности 15 судов газовозов плюс 2 в опционе. Также планируется строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер» для использования на Северном морском пути. Работа по этим направлениям продолжается. Необходимо сделать все, чтобы строительство указанных судов началось в планируемые сроки. Где ловишь, там и строишь. Одним из механизмов развития судостроения и судоремонта на Дальнем Востоке может быть строительство судов под инвестиционные квоты. Эти вопросы обсудил председатель правительства Дмитрий Медведев с губернатором Приморья. Данное решение позволит перенести объемы строительства судов на Дальний Восток. Минсельхоз России «Росрыболовство» будет проводить в ближайшие месяцы аукционы по крабовым квотам. И то решение, которое позволило загрузить мощности заводов на западе страны, нужно перенести и на Дальний Восток. Речь идет о 30 среднетоннажных судах в пределах 50 метров, которые наши заводы вполне могут построить по объемам инвестиционных квот. Это даст возможность загрузить судостроительные предприятия региона, привлечь новые технологии, а в последующем создать процесс длительного жизненного цикла – обслуживание и ремонт судов. Также на встрече были затронуты вопросы налоговых льгот, технического перевооружения, модернизации, реновации судов без НДС. Председатель правительства идеи поддержал. Профсоюзные организации всех уровней поддержали дальневосточников, которые работают на заводах, входящих в группу компаний «Восток Цемент». Обращения в их адрес были направлены по инициативе профсоюзных лидеров «Спаск Цемента», «Якут Цемента» и «Теплоозерского цементного завода». После того, как стало известно, что Генеральная прокуратура через Басманы районный суд Москвы заблокировала расчетные счета и наложила арест на имущество предприятий. Профсоюзы незамедлительно отреагировали и оперативно подключились к решению проблемы. И, как стало известно, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил Генерального прокурора Юрия Чайку обратить особое внимание на опасную ситуацию с арестом счетов «Восток Цемента» и принять участие в ее разрешении. В профсоюзной организации АО «Спаск Цемент» состоит 1035 работников, и заводской профсоюз существует уже многие десятилетия. На «Якут Цементе» в общественной организации состоит 500 работников. И в «Спаске», и в «Якутии», и в «Еврейской области» цементные заводы являются градообразующими. В обращении лидера профсоюзов России Михаила Шмакова генпрокурору говорится, что блокировка счетов крупных цементных производств может стать причиной коллапса в строительстве в дальневосточных регионах. И контролирующим органам необходимо использовать другие обеспечительные меры, выведя из-под ареста заработную плату и уплату налогов. Об этом же говорит краевой депутат от округа «Спаск Дальний». Не смогут люди получать заработную плату, не сможет работать предприятие. И причем на сегодняшний момент создалась такая ситуация, наверное, за последние годы наиболее высокий спрос на продукцию «Спаск Дальний» и других заводов. И есть возможность развивать производство и повышать, наверное, заработную плату. Почему я вот так отреагировал? Я же помню те времена, когда завод практически распилили, не работал, люди не работали, потеряли трудовой коллектив. И причем это произошло там не за десятилетия какие-то, а в течение года, полутора-двух. Это очень быстро все происходит. Поэтому, конечно, в этой ситуации я вынужден обратиться к генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой все-таки посмотреть, разобраться в этой ситуации. Напомню, мобилизовав все ресурсы, «Восток Цементу» удалось выплатить июньскую заработную плату своевременно. Однако ситуация все еще остается крайне тяжелой. Если счета не будут разблокированы в ближайшее время, в конечном итоге это приведет к остановке производства. Дополнительный рейс полетел из Владивостока в Москву. На данном направлении будет теперь работать авиакомпания «Ираэра». Первый рейс в аэропорт Домодедово состоялся 6 июля. Согласно расписанию, рейсы по данному маршруту запланированы три раза в неделю, по вторникам, пятницам и субботам в 16.20 с прилетом в аэропорт Домодедово в 18.30. Обратные рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и пятницам. Вылет из Москвы в 22.40. Прибытие во Владивосток на следующие сутки в 14.00. На маршруте будет задействовано комфортабельное воздушное судно «Боинг-777». Общее время в пути из Владивостока до Москвы составит 8.40. Отмечу, на сегодня прямые регулярные рейсы из Владивостока в Москву выполняют два российских перевозчика «Аэрофлот» и «Россия». Кроме того, Вьетнам планирует организовать новый авиарейс по маршруту Владивосток-Хайфон с посадкой в корейском Пусане. Работа в этом направлении уже ведется. Так, в городе Хайфон открыли новый международный аэропорт. И сейчас ведется активная работа по развитию внешних международных связей и созданию новых линий. Отмечу, что Хайфон – крупный город на севере Вьетнама. К слову, символическая частица Вьетнама появилась в эти дни в дальневосточной столице. Во Владивостоке появился новый памятник. Он посвящен личности действительно легендарной Хо Ши Мин – вьетнамский марксист, который возглавил освобождение Вьетнама от оккупантов и колониального гнета и стал основателем первого социалистического государства в регионе Юго-Восточной Азии. Бывал Хо Ши Мин и во Владивостоке, правда, неизменно сохраняя анонимность. Сам он отмечал, что Владивосток спас ему жизнь. Отмечу церемонию открытия скульптуры Хо Ши Мина во Владивостоке состоялась в перекрестный год России и Вьетнама. Евгений Чуремухин продолжит тему. Народные гуляния здесь отличались торжественной и почти величественной атмосферой. Все потому, что этого памятника вьетнамская диаспора на Дальнем Востоке ждала уже давно. С таких слов генеральный консул Республики Вьетнам Гуен Хуанг Вьет открыл торжественное мероприятие, посвященное установке скульптуры первому президенту первой социалистической страны Юго-Восточной Азии, человеку по имени Хо Ши Мин. Благодарю главу Владивостока Олега Гуменюка и всех жителей города. Президент Хо Ши Мин – герой народного освобождения Вьетнама, выдающийся культурный деятель. Он не только посвятил всю свою жизнь делу освобождения вьетнамского народа, но также приложил все усилия в борьбе за совесть и человеческое достоинство, за мир во всем мире и дружбу между народами. На церемонии собралось много гостей. Здесь и делегации из вьетнамских городов, один из которых даже носит название в честь первого президента Социалистической Республики. И вьетнамские, и российские чиновники всех уровней – от городской администрации до представителей Министерства иностранных дел. Глава Владивостока Олег Гуменюк отметил, что теперь дружба подкреплена реальными делами. Затем гости мероприятия возложили цветы к памятнику. Символично, что дата открытия памятника совпала с 25-летием со дня подписания договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, а также с десятилетием со дня установления побратимских отношений между городом Владивостоком и вьетнамским городом Хо Ши Мин. Своё мнение насчёт значимости установки памятника именно в Приморской столице выразил бывший консул Вьетнама. Он побывал очень много раз в Советском Союзе, особенно три раза. В самых трудных временах для нашей революции или для него. Он полюбил очень город и он создал, я думаю, что первый фундамент для отношений между Даним Востоком и Россией и Социалистической Республикой Вьетнам. Мы думаем, что присутствие скульптуры Хо Ши Мина имеет очень большое значение для наших дружественных отношений. Как будто в подтверждении слов экс-кинг консула у памятника продолжился культурный обмен музыкой, танцами и стихами. Но теперь уже со стороны вьетнамских артистов. Хоры, сольные певцы и многочисленные художественные номера исполнялись для жителей и гостей города. Евгений Черемухин, новости на восьмом. Воркаут-площадка открылась во Владивостоке в районе пляжа Юбилейный. Теперь установлены перекладины, рукоход «Змеевик», шведская стенка, наклонная скамья для упражнений на пресс, гнутые брусья и другие турники. В первый же день здесь прошли соревнования по уличной гимнастике, где любители и профессионалы продемонстрировали свои умения на профессиональных тренажерах. Подробности у Катерины Матвеевой. Ласточка, планш, флажок, спичак спортсмены Владивостока с удовольствием показывают свое мастерство. Тем более теперь есть где. Площадка для воркаута появилась на спортивной набережной. Не сама собой, а силами организаторов и спонсоров. Одним из первых на просьбу помочь в возведении сооружения откликнулся Владивостокский бутащебеночный завод. Мы таким образом выразили свою любовь к нашему городу. Направление спорта вообще занимает особую нишу во всех подразделениях Восток-Цемента. И поэтому в этом направлении мы всегда рады помочь откликнуться, и чтобы таких мест в городе появлялось больше и больше. Завод не первый год помогает в строительстве спортивных сооружений. Так, силами предприятия в 2017 году была построена детская площадка для жителей улицы Карьерной. На воркаут площадку ВБЩЗ гружала горную массу. Поучаствовал и АО «Бетоныч». Компания выделила для строительства площадки более 10 кубов сульфотостойкого бетона, который устойчив к любой агрессивной среде. Прибрежным зонам, соленой воде и переменам погоды. Нам показался этот проект важным. Это была инициатива ребят, которые, скажем так, попытались подключить к этому максимальное количество людей, организаций. И мы посчитали нужным обязательно помочь. Идея построить во Владивостоке современную уличную площадку для занятий воркаутом пришла организаторам спортивного сообщества «Спарта» еще в 2018 году. Ребята регулярно выходили на пробежки по тропе здоровья в районе спортивной набережной, после чего хотелось продолжить тренировку на турниках. Но достойных спортивных снарядов поблизости не было. Поэтому ребята решили взять дело в свои руки. Мы начинали этот проект, когда у нас еще не было никаких ресурсов особо. Мы нашли компанию, которая нам выделила арматуру. Потом компания «Рекорд» выделила нам бетон. Потом другие компании стали присоединяться. И мы всем уже говорили, что у нас будет площадка, хотя ресурсов у нас для строительства не хватало. И это было как авантюризм такой. И все в процессе. Кто-то еще присоединялся, содействовал, все мы сделали. Организаторы признают, если бы нелегкие на подъем спонсоры, ни о какой площадке сегодня речи бы не шло. Сейчас на площади 139 квадратных метров стоят перекладины, рукохоз «Змеевик», шведская стенка, наклонная скамья для упражнений на пресс, гнутые брусья и другие турники. Это первая и единственная доступная всем горожанам площадка для воркаута во Владивостоке. У нас по городу есть довольно-таки небольшое количество площадок вообще. Они все довольно старые, многие уже ржавые, и просто оснащение не позволяет элементарно тренироваться. В центральной части города таких нет вообще. Эта площадка отличается тем, что она создана спортсменами для спортсменов, в первую очередь. То есть продуманы все элементы, необходимые снаряды для того, чтобы полноценно тренироваться, и все меры безопасности. То есть она выдерживает большую нагрузку, покрытие позволяет падать, не нанеся себе травму, ну и прекрасный вид на море тоже очень дополняет. Стоимость площадки оценивают в полтора миллиона рублей. Теперь на ней могут заниматься и профессиональные спортсмены, и любители. Зона для занятий спортом открыта для всех. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... В Афельнице посреди дороги новая разметка появилась в районе Покровского парка. Испытать себя вместе со взрослыми смогут ребята из Владивостока. Детскую гонку героев проведут на полигоне Горностай. Редкую иглоногую сову спасли после аварии и выпустили на волю на земле леопарда. Сегодня с вами Юля Ракотская, и мы продолжаем. В Афельнице посреди дороги новая разметка появилась в районе Покровского парка. Испытать себя вместе со взрослыми смогут ребята из Владивостока. Детскую гонку героев проведут на полигоне Горностай. Редкую иглоногую сову спасли после аварии и выпустили на волю на земле леопарда. Первую разметку в Афельницу нарисовали во Владивостоке. Желтую сеточку нанесли на перекрестки Океанского и Партизанского проспектов в районе Покровского парка. Вместе с ней установили и предупреждающие знаки участок перекрестка. Назначение такой разметки – решение проблемы образования пробок. В ситуациях, когда машина оказывается на желтой разметке после включения запрещающего сигнала светофора, то факт нарушения правил движения автоматически фиксируется фото- и видеокомплексами. Водителю назначается штраф 1000 рублей. В России такая разметка начала появляться постепенно с 1 июня 2018 года. И теперь добралась до Владивостока. Дети Владивостока впервые смогут попытать свои силы в ежегодной акции «Гонка героев». Для маленьких участников в этом году в рамках общего мероприятия предусмотрели специальную трассу, протяженность которой составит 600 метров. Преодолеть ее приглашают ребят в возрасте от 4 до 10 лет. «Гонка героев» и для взрослых, и для юных участников пройдет 20 июля на военном полигоне «Горностай». Ожидается, что в них примут участие более 3000 человек. Для детей подготовили 10 препятствий. Среди них забор со сложными перилами, переход по сетке, испытания моряков и другие. Взрослым участникам необходимо будет преодолеть почти 9-километровую трассу и 34 препятствия. Победители в категории «Чемпионат» будут представлять Дальний Восток на традиционном всероссийском финале. Спасенную на земле леопарда редкую сову выпустили на волю. Сбитого автомобилем иглоногого совенка выходили специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных Приморьи. Травмированная птица рисковала погибнуть, но благодаря должному уходу быстро пошла на поправку и была благополучно выпущена в дикую природу в национальном парке. Совенка нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморьи. Птица вела себя странно, словно оглушенная, не могла взлететь, и поэтому неравнодушные граждане сразу же отнесли ее визит в Центра земли леопарда, расположенный в селе. Осмотр найденыша показал травму головы, вызванную, вероятно, столкновением с автомобилем. Отмечу, иглоногая сова – небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Хищник отличается необычным строением лап. Его пальцы покрыты редкими острыми перышками, чтобы ловить насекомых. И далее о спорте. На джипах по приморским джунглям. Лучшие экипажи выступили на троферейде «Шатун-2019». Участники второго этапа Кубка Приморской Федерации автомобильного спорта продемонстрировали мастерство управления внедорожниками. Все подробности у Дмитрия Беломестного. Из густого папоротника в разлившийся ручей, затем на камни, в болото и снова в заросли. Участники второго этапа Кубка Приморской Федерации автомобильного спорта по троферейдам «Шатун-2019» на внедорожниках всех мастей двое суток покоряли грязь и лес. 40 экипажей в разных категориях испытывают себя и свою технику на прохождение навигационных и линейных специальных участков. Организаторы приготовили для участников 100 километров интересных и сложных маршрутов. Длинная гонка на выносливость по абсолютному бездорожью. В принципе, получилось хорошо проехать. Здорово, что Стас хорошо рулил и тачка хорошо ехала. В первый день очень понравилась возможность навигации, потому что в этом районе никогда трофеи до этого не было. Ни у кого нет треков. Ехали именно по тому, что видели на снимках. Участники троферейда выявляли сильнейших и на коротком, но очень сложном и насыщенном спецучастке длиной чуть более километра. В машине всегда находятся два человека, причем оба пилоты. Только один ведет автомобиль, а второй направляет. На коротком участке задача экипажа пройти за один час максимальное количество кругов. Так проявляется степень подготовки автомобиля и мастерство пилотирования. Ребята с нашей же категории нам помогли выбраться. После этого мы решили немножко поднажать и в итоге мы приехали вчера первые. Ну это по итогам первого дня, по итогу второго дня у нас была кольцевая гонка. Почти все участники троферейда «Шатун-2019» – опытные спортсмены, неоднократные участники и призеры международных соревнований. Следующий этап пройдет в сентябре. Всего их должно быть четыре. Организаторы предполагают, что гонки пройдут в Надеждинском районе Приморья. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Где ловишь, там и строишь. На Дальнем Востоке предложили строить суда под инвестиционные квоты. Профсоюзы встали на защиту дальневосточников, которые работают на заводах компании «Востокцемент». Памятник Коши Нину появился во Владивостоке символично, что открыли его в перекрестный год России-Вьетнама. Спортсмены Приморья будут в восторге. Современная воркаут-площадка со всеми тренажерами появилась в районе спортивной набережной. Эффектное мастерство управления внедорожниками или трофи-рейд. Джиперские соревнования «Шатун-2019» прошли в Приморье. Вафельница посреди дороги. Новая разметка появилась в районе Покровского парка. На сегодня это всё. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Первый в 2019 году запуск состоялся с космодрома «Восточный» – основной груз ракет-носителя «Союз» «Метеоспутник Метеор-М». Это уже вторая попытка запуска аппарата. В ноябре 2017 года такой уже пытались запустить с «Восточного», однако что-то пошло не так. В этот раз запуск прошёл штатно. Менее чем через 5 минут отделилась вторая ступень, а через 9 минут головной блок ракеты с разгонным блоком «Фрегат» вышел на орбиту. За запуском наблюдали высокопоставленные чиновники и не только. В этот раз тургруппа из 25 человек смогла оценить эффектный старт. Среди туристов были жители Иркутска и Владивостока. На дальневосточное космическое шоу смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рогоцкая. Увидимся на восьмом.